Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. В Евангелии мы неоднократно встречаем примеры исцеления людей бесноватых. И, пожалуй, самый яркий и запоминающийся пример — это исцеление Гадаринского бесноватого, из которого Господь изгнал не одного беса, а целый легион. Современный кинематограф представляет бесноватых как людей, которые ползают по потолку и стенам и швыряют в разные стороны экзорцистов. Но в реальной жизни всё далеко не так. И, возможно, вместо отчитки человеку стоит обратиться к психиатру. На эту тему мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия города Самары, Иреем Максимом Соколовым. Отец Максим, здравствуйте! Добрый день! Отец Максим, неспроста я вас пригласил пообщаться на тему беснования, одержимости, психиатрии, потому что знаю, что вы сами закончили наш медицинский университет. Некоторое время работали клиническим психологом. И ваше мнение можно действительно назвать авторитетным, что это будет мнение не только человека верующего, священника, но и медицинского работника, человека, который всё-таки постигал науку и знает в некой степени, как устроены наши процессы, которые происходят в голове, в уме, в теле человека. И вот первый вопрос. Что такое одержимость? Что такое беснование в понимании православного человека? В понимании православного человека, в православной церкви, да? Потому что в целом одержимость беснования — это когда над человеком, над его душой, над его волей в большой степени получает власть, духи нечистые получают власть, причём напрямую. То есть мы знаем, что враги рода человеческого, они всячески стараются человеку вредить и соблазнять, и какие-то, так сказать, болезни ему давать. Но в большинстве случаев Господь всё-таки ограждает человека от мира невидимого, от мира духовного, ну, таким достаточно плотным щитом, да? Некоторые святые толковали именно слова в Писании о ризах кожаных, что после грехопадения должны... Даны были человеку ризы кожаные, как вот как раз то, что мы как бы огрубели. Плоть наша стала такая менее восприимчивая к духовному миру, и это было сделано именно в том числе для того, чтобы мы меньше имели возможность напрямую вступать с миром тёмным, с миром духов злобы поднебесной. Вот. Но бывают такие случаи, когда человек, ну, как правило, да, то есть если мы смотрим, читаем мнение святых на эту тему, когда человек по тем или иным причинам обычно серьёзные грехопадения какие-то, очень серьёзные и осмысленные такие вот отпадения от Бога, и в этом случае иногда Господь попускает, опять-таки для того, чтобы показать нам, как это страшно, попускает бесам в той или иной степени взять над человеком власть. По счастью, это очень редкие случаи, ну, по крайней мере, мы видим его достаточно редко. Гораздо чаще бывают такие, ну, какие-то промежуточные моменты, да, когда человек сохраняет свою волю, но настолько привыкает, настолько у него навык греховный формируется, что он, ну, фактически тоже выполняет волю тёмных духов, но это неодержимость, ну, вот в том смысле, в котором понимает эта церковь. А как батюшка проявляет себя вот эта одержимость, то есть во внешнем мире, то есть как можно понять, что вот это действительно беснование, это одержимость? Ну, мы из Евангелия видим, мы видим из Евангелия эти примеры, в первую очередь, ну, из житий святых, конечно, но Монолеанс всегда основное. То есть мы видим вот про тех же, про того же Гадаринского бесноватого, да, и про других бесноватых описанных в Евангелии, что они ведут себя, ну, во-первых, они ведут себя неадекватно, да, то есть, как правило, это люди, которые ведут себя, кричат, живут отдельно, отдельно где-то от других людей, там, то в воду, то в огонь бросаются, живут как вот те же бесноватые евангельские многие в гробах, то есть в пещерах, в которых хоронили, то есть в совершенно неприспособленном и даже противном человеку месте. Но здесь многие говорят, ну, это тогда получается все сумасшедшие люди, да, которые тоже себя так часто ведут, то они тоже могут быть сноватыми. Не совсем. Дело в том, что мы видим четко и в Евангелии, и святые об этом говорят, и православные психиатры, ну, например, как профессор Мелехов говорили, подчеркивали, что здесь есть еще и компонент сверхъестественности, ну, то есть вот в Евангелии мы видим, что, например, человек из цепи разрывает, да, что он обладает такой силой, что его никто не может удержать. Кроме того, отмечают, что, ну, и в Евангелии также мы видим, что, например, безумные-безумные, но они часто исповедуют Христа именно Богом, то есть или Мессией, или Пророком, а духовное знание у них определенное есть. Кроме того, как правило, именно обострение вот этого состояния, ухудшение его, ну, а с ухудшением, кстати, часто исцеление происходит именно в контексте святыни, да, то есть приблизости к святыне, приблизости к таинствам, часто бесы начинают беспокоиться. Но, опять-таки, здесь тоже такой интересный момент. Мы знаем, что такое есть еще явление, как калекушество, когда психически больные люди, но это не большая психиатрия, такие личностные расстройства, сказали бы, такие истерические расстройства, да, когда они, как бы, имитируют вот это беснование, и это тоже было, и в истории русской церкви, был такой момент, когда вдруг были целые эпидемии, как бы эпидемии вот этого беснования. Но тут тоже очень четкий критерий. Помните тогда, кто-то из правителей, то ли Петр, кто-то из его потомков, просто издал указ, всех кликуш сечь розгами. И сразу они, ну, большая часть, скажем так, 95% от этого беснования через течение розгами исцелялись. Соответственно, мы понимаем, что это не беснование было. Поэтому и здесь тоже, вот, как бы, нужно всегда иметь определенную мудрость, определенное разумение, рассуждение, чтобы не путать одно с другим. Отец Максим, ну вот, люди далекие от веры, когда заходит речь о бесновании или одержимости, пытаются и вот те вещи, которые вы перечислили, признаки одержимости, тоже как-то объяснять. То есть там нечеловеческую силу объясняют какими-то скрытыми резервами человеческого организма, который может как-то себя проявлять. Там знание или страх святыни объясняют это какой-то травмой детства. Или, опять же, вот та память человека, которая раскрывает себя в этот момент. Человек может даже сам не знать, что он когда-то увидел, когда-то услышал. Но вот наш разум, да, наше подсознание говорят, что хранит всю информацию. Вот все, что когда-либо мы в жизни видели, мы все это помним, но только сами иногда в нужный момент вспомнить не можем, но оно это есть. Есть такая теория, да. Да, и вот, то есть эти люди, вот эти признаки одержимости объясняют таким способом. То есть, опять же, здесь все-таки момент веры, или вот, или просто эти люди сами пытаются себя убедить в том, что никакой одержимости не существует. Как вот реагировать на такие объяснения? Объяснять человек может по-разному. Дело в том, что ведь и психиатрия, да, и психология, это науки очень во многом, ну, их не назовешь точными науками, да. Ну, вот я помню, мой, значит, первый руководитель, заведующий отделением, у него такое было меткое выражение, он говорит, медицина, наука точная, то ли есть, то ли нет. Вот, и я часто вспоминаю эту фразу, потому что, ну, на самом деле, концепции, например, медицинские объяснения тех же психических расстройств, они меняются, они претерпевают изменения, иногда полностью меняются там за несколько десятков лет. Поэтому вопрос интерпретации, вопрос толкования, да, он может быть разный. Наверное, в ряде случаев, в ряде случаев, ну, как я говорил, может быть такое, что психическое расстройство может имитировать даже, как бы, одержимость. Я лично в своих, ну, вот, в своей практике и в практике работа в психиатрической больнице, я около пяти лет работал в психиатрии, и в стационаре, и в диспансере. И в практике сейчас, когда многие священники присылают, там, ну, проконсультировать прихожан, которые непонятно, то ли это духовная проблема, то ли психиатрическая, я здесь обычно всегда говорю, вы знаете, я не смогу сказать, духовная это проблема или нет. Я могу сказать, есть ли признаки, ну, если смогу понять, есть ли признаки психического расстройства. Вот. И говорю, что, да, если есть какие-то вот такие признаки психического расстройства, они развиваются по известным, достаточно описанным законам, то нужно пойти и обратиться к психиатру и полечиться, естественно, не переставая и Богу молиться, и причащаться, исповедоваться. Потому что я еще работая в психиатрии, не будучи священником, и даже еще не алтарничая как-то, ну то есть как бы я не был таким уж воцерковленным христианином, но я замечал, как удивительно, даже в случае психических расстройств, даже если это не одержание, но человек ходит в храм, исповедуется, причащается, ведет христианскую жизнь, для меня было удивлением, как смягчается, очень часто смягчается, в очень большом ряде случаев, его течение болезни и обычной там и физической, и психической, и других болезней. Поэтому благодать, она действует независимо от того, на каком уровне как бы происходит слом. Но, а вот духовное, да, является ли, если это духовное состояние, я всегда говорю, это к духовно опытным людям, да, оно не хочется сказать старцам, но действительно, людям, которые много лет, скорее всего, в монастыре, в монашестве посвятили свое время молитве, так как я там много лет посвящал время изучения медицины, наверное, они могут точнее сказать. Но вот в моей практике, в моей практике, все-таки, чаще всего, большинство того, что считается одержимостью, неплохо, ну, большая часть, неплохо лечится вполне себе психиатрическими медицинскими средствами. Вот, поэтому, или психологической коррекцией, такое тоже бывает. Поэтому, конечно, лучше, как есть в медицине, такой термин ex-juvantibus, то есть, вот вроде бы вот это, это заболевание, давайте назначим препарат, который помогает при этих случаях. Назначают, если он помогает, то говорят, значит, точно, мы угадали с диагнозом. Вот здесь то же самое, да, то есть, если человек приходит с таким состоянием, я всегда обычно говорю, пойдите, исповедуйтесь, причаститесь. Если это духовное состояние, и все-таки вы сумеете исповедиться, причащиться, и вам будет легче, то, слава богу, значит, это духовное состояние, Господь начинает вас лечить. Если это не зависит от вашей духовной жизни, или мало зависит, то, скорее всего, это психические расстройства, и тогда идите к врачу, лечитесь. То есть, можно сказать, что главный критерий в определении того, психическое это заболевание или все-таки одержимость, является таинство и участие в жизни церкви. То есть, как человек на это реагирует. Если ему это помогает, значит, скорее всего, корни болезни духовные. Нужно вот идти по пути, что найти действительно, может быть, духовно опытного человека, старца, о котором вы говорите, и попытаться получить помощь через него, помощь от Бога. Если болезнь не отступает, а наоборот, может быть, даже там или хуже становится, или на том же уровне все остается, то все-таки, скорее всего, здесь психическое заболевание. Я думаю, что да. Но и в медицине точно так же поступают. То есть, как бы, человек приходит, первым делом исключают опасные самые состояния. То есть, ну, там какие-то опухолевые состояния, да, еще какие-то серьезные заболевания. И вначале проверяют на них, смотрят. Если нет, то, значит, возможно, даже переправляют к другому врачу, другой специализации. Точно так же и здесь. Мы смотрим, пробуем. Человек несовершенный. Полностью он не знает ни в какой сфере создания Божьей, творения Божьей. И то, как люди болеют. Поэтому, да. Вы знаете, Максим, у меня вот был такой случай. Однажды ко мне приезжали люди с соседнего села. Просили осветить жилище. В частности, хозяин дома. Ну, он уже в возрасте был. И когда я к нему приехал, он говорит, что происходят какие-то странные вещи. То есть, у меня кто-то замки открывает, там двери не закрывает, вещи пропадают. То есть, я, говорит, ложу в одно место, вещи пропадают, появляются в другом месте. И говорит, что плохо спит, голова болит. У меня уже тогда закрались некие подозрения в отношении этого человека, насколько действительно все-таки здесь вот какая-то сверхъестественная деятельность есть в его доме. Я ему тогда посоветовал, говорю, обратитесь в больницу, говорю, проверьте на всякий случай. Но я мягко попытался ему на это намекнуть. Говорю, пусть вам проверят голову. Потому что всякое бывает. Ну, я не прям вот так прямым текстом иди, проверь голову. Но попытался мягко намекнуть, потому что, ну уж слишком как-то вот у меня внутри были большие подозрения по поводу того, что человек реально может болеть. И спустя, по-моему, год или сколько я отпевал этого человека, и в итоге я от близких узнал, у него была опухоль в голове. И вот этот момент, он меня тоже в некой степени натолкнул на размышления о том, как часто порой мы придаем вот окрас какой-то действительно сверхъестественности, да, или одержимости. Когда порой, ну, все может быть гораздо проще, и мы почему-то сразу вот какие-то простые методы, простые решения отвергаем, да, как, например, поход к врачу. Поэтому вот мне даже самому это интересно, насколько высок вот, какое соотношение людей психически больных и одержимых. Вот вы когда работали в психиатрии, понятное дело, что вы еще только начинали свой путь к вере, но может быть есть некие наблюдения, вот соотношение, насколько вообще это часто встречается? Я исследования не проводил, да, но вот по моему ощущению, все-таки, по крайней мере, вот те, кто попадают в область зрения психиатров, да и в область, в круг зрения священников, все-таки, ну, так, мне кажется, не меньше 95% это те или иные формы психического расстройства. А вот сколько, ну, то есть здесь, как это говорят, в вопросах можно давать несколько вариантов ответов, то есть это не значит, что 95% болящих психически, а 5% одержимых. Может быть, одержимых может быть больше, вот, ведь мы тоже, ну, иногда, это не обязательно диагноз или-или, да, иногда может быть у человека и невроз, и опухоль, да, и у человека может быть и невроз, и одержимость, и психические расстройства, и одержимость. Такое тоже может быть, такое тоже бывает, и поэтому, ну, все-таки, мне кажется, в большей степени это именно психиатрия, в большей степени психиатрия. Максим, а как сама психиатрия, вот, относится к такому явлению, как одержимость? Здесь, как сказать, в учебниках, в учебниках, да, то есть вот таких вот исследований не так уж много, но вот, как я уже говорил про профессора Мелехова, про доктора замечательного, который сейчас тоже сын священника Каледа, да, и который занимается вопросами психиатрии. Да, эти вопросы рассматриваются, а говорится о том, что есть такое психическое, ну, то есть такое явление, такой феномен. Дело в том, что грамотный психиатр, он никогда не будет лезть и пытаться объяснить то, что ему непонятно. Он говорит, вот да, это непонятно, это не укладывается в рамки, там, того или иного психического заболевания, оно атипично течет, оно как-то необычно течет, не помогают медикаменты, вот. И поэтому психиатрия, она не изучает это явление, вот как явление психической жизни, хотя некоторые труды есть. На уровне бытовом, ну, скажем так, на уровне практики, те психиатры мудрые, с большим очень опытом, там, мы по 40 лет, люди, которые и больше, которые трудятся в этой области, они мне говорили, да, вот бывает такое, что то, что можно назвать как одержимость. Бывает такое, мы их там как-то держим, какое-то время лечим, чем можем, помогаем, но на самом деле это явление, по всей видимости, не психиатрического порядка. То есть такие явления случаются, они опять-таки нечастые, единичные, но бывают. Максим, а как можно помочь людям, во-первых, если все-таки есть признаки одержимости, да, что вот человек стал участвовать в таинствах, как относиться к такому человеку, потому что, как правило, люди сразу начинают немножко отшатываться, то есть видя, что, о, все, это одержимый, значит, это какой-то прокаженный, значит, это или великий грешник, то есть как-то вот сразу стараются заклейми человека, что и держаться от него подальше. А как вот все-таки на самом деле стоит себя вести с такими людьми, какой есть опыт церкви, и как можно им помочь? Естественно, ко всем, если по-евангельски, и к тем, кого мы предполагаем, что они могут быть одержимые, и к тем, кто они могут, предполагаем, что психические расстройства, и ко всем надо относиться с любовью. Потому что, ну и, в общем-то, собственно говоря, первое самое воспоможение, как раз помощь какая-то, хоть какая и возможно была для психических расстройств и для людей больных этими расстройствами, она как раз и была в рамках монастырского жития, да, то есть в монастырях делались эти больницы, в монастырях этим людям помогали, тем самым являли свою любовь и к этим людям, ну и на самом деле и к тем людям, которые вокруг них тоже находятся. Потому что в каком-то определенный момент, ну вот есть такое слово, не очень хорошее нарусит, сдать больницу, да, то есть это воспринимается как некое такое, ну иногда чуть ли не предательство. На самом деле, конечно, нет. Если ты любишь человека, если ты видишь, что ему могут помочь, их соглашаются где-то помочь, ну в том числе и психиатрической больнице, это не самое лучшее место, конечно, для времяпрепровождения, но там реально очень многим помогают. И поэтому, когда вот эта вот система психиатрической помощи, она отчасти помогает тем людям, которые болеют заболеваниями, но еще на самом деле оно, вы не представляете, насколько наше общество было бы другим и гораздо более сложным для жизни, если бы вот этой системы не было. То есть оно помогает и самому обществу, всему обществу более хорошо функционировать. Да, ну в библейские времена таких людей, как мы видим, вообще часто выгоняли за город. Да, то есть вот опять-таки они отчасти из-за того, что они были неадекватные, они жили там где-то в пустыне, в горах и так далее, и в этих пещерах, гробах. А отчасти это из-за того, что общество не могло их терпеть. Но сейчас мы, благодаря в том числе христианству, благодаря Господу нашему, который принес понимание любви друг к другу на протяжении двух тысяч лет, потихонечку сознание людей меняется и понимаем, что этим людям надо помогать. Вот, отец Максим, мы сегодня уже затронули тему кинематографа, что он создает некие образы и восприятие вот некоторых вещей. И, к сожалению, образ психиатрии, он тоже несколько искажен благодаря кинематографу. То есть, как правило, да, психушка, психиатрическая больница представляется таким ужасным местом, где каждый день проводят лоботомию, где пускают электрический ток, и человек мучается забывать там свое имя, кто он, да, или там знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо «Да остров», где тоже там они экспериментальное лечение на нем ставили. И сопереживаешь больше больному, как его там бедного мучают, но потом, когда постепенно все раскрывается, да, у тебя все переворачивается. Вот недаром вы сказали про то, что помещение больного в психиатрическую больницу воспринимается близкими как предательство. И как вот это преодолеть? Как действительно понять, что все-таки не настолько все плохо, не настолько все страшно, как нам это навязано, и что, ну, действительно нужно не бояться обращаться за помощью к психиатрам и к врачам? Ну, здесь как понять? Во-первых, понять, что большинство врачей – это люди действительно с очень большой душой, большим сердцем. И, конечно же, работа в области психиатрии, она несколько накладывает отпечаток, да, и человек выстраивает иногда такую, ну, дистанцию, да, и некоторую отстраненность, потому что если будешь сопереживать вот на полную катушку вообще каждому человеку и полностью на себя принимать все его беды, то, конечно, врач очень быстро сгорит, да, есть такое явление профессиональное выгорание. Поэтому часто вот врачи, может быть, могут казаться там, ну, особенно сложных таких направлений, там, хирургия, реаниматология, психиатрия могут казаться какими-то там странными, отстраненными. Но на самом деле вот я за время работы в этой сфере видел огромное количество прекрасных людей, которые искренне хотят помочь. Второе, надо понимать, что, да, сформированные вот эти представления о психиатрии, они очень во многом сформированы до эры вот этой вот революции фармакологической, да, когда действительно как помочь очень сложно, не было лекарств для того, чтобы психические заболевания лечить, и было максимум, что это какие-то пытались, пробовали, там, обливание, потом вот электросудорожная терапия. Кстати, она бывала достаточно эффективная, несмотря на страшное такое название, и вот там человек, ну, как бы сказать, это неприятная процедура, но она не такая страшная, как ее представляют в фильмах, и часто люди получают даже облегчение. Я еще застал тот момент, когда некоторые пациенты, которые раньше знали, что это им помогает, они даже просили эти процедуры, вот, потому что знали, что после этого происходит облегчение. Так вот, надо понимать, что сейчас медицина очень большими шагами растет. Бог дает людям открывать такие лекарства, такие вот действительно способы лечения, что сейчас очень многие, даже с тяжелыми психическими заболеваниями, человек, если вовремя найдет лечение, найдет способ лечения, а самое главное смириться, да, он духовно примет эту болезнь, начнет лечиться, начнет принимать препараты, то многие продолжают и работать, и вполне себе там функционировать социально, поэтому здесь лучше не затягивать, ну, как с любой болезнью, не затягивать, если есть какие-то подозрения на психические расстройства. Вот, здесь иногда надо включать, ну, то, что называют, вот, в наркологии есть такое понятие, жесткая любовь называется, да, то есть это любовь, когда ты проявляешь любовь, хотя это внешне выглядит, ну, вот, как, там, сдал в больницу, да, там, повез к врачу консультировать и так далее. Вот, но если у тебя есть все-таки мотивация, что ты поможешь человеку, то нужно преодолеть в себе вот эти вот ощущения того, что ты делаешь не так. Вот, ну, и опять-таки я говорю, если человек Богу доверяет, если человек воцерковленный, он знает, что Бог никогда не дает ему какое-то испытание, просто так, а для спасения, то верующий человек и психические расстройства себя или близких воспринимает как повод спасаться, как повод проявлять любовь. Спасибо, отец Максим, за добрую беседу, за то, что поделились своим опытом. Будем молиться Богу, чтобы Господь действительно дал сил, терпение людям самим, которые страдают и от одержимости, и от психических расстройств, преодолеть их, справиться с ними, близким, также этих людей, чтобы Господь дал терпение, самое главное — любви и мудрости, чтобы действительно помочь, а не навредить своим близким. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангела Всемхранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова